Как обезопасить ребенка на дороге и дать возможность водителю вовремя увидеть маленького пешехода? Выходом из этой ситуации может стать светоотражающий фликер. Это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время суток. Чтобы привлечь внимание водителей к маленьким пешеходам, в Наринмаре прошла акция «Засветись». Несколько десятков ярких огней смогли наблюдать Наринмарские водители в эти дни. Сотрудники ГИБДД провели акцию со светоотражающими элементами для ребят из детских садов, школьников и студентов округа. Пропаганда ношения светоотражающих элементов пешеходам в темное время суток. То есть у нас произошли изменения в законодательстве, то есть в правилах сказано, что теперь в темное время суток пешеходы должны носить светоотражающие элементы, переходя в пешеходный переход, по обочине. В населенных пунктах это рекомендовано, а в ненаселенных пунктах это уже в обязательном порядке. Светоотражающие элементы против ДТП и аварий на дорогах. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам обозначить себя такими элементами. Особенно засветить своих детей. На левом и правом рукаве подвесить по одному фликеру, а также на ремени сзади на рюкзак. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находятся четыре фликера. Водитель, включая ближний свет, может заметить пешехода за 25-30 метров. А если у человека есть фликер, то оно увеличивается до 130-140 метров. Автолюбитель с включенным дальним светом может увидеть фликер с расстояния 400 метров. Кстати, сейчас одежда, обувь и аксессуары со светоотражающими элементами – самый модный тренд сезона. Социальные сети пестрят яркими видеороликами, пропагандируя дорожную моду. Конкурсы «Кто ярче» в этом году самые популярные. Одежду жюри оценивают не за наличие бренда, а по количеству светоотражающих знаков. В городах России проходит самая масштабная декада дорожной безопасности детей. К ней уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Киров, Иваново, Пермь, Екатеринбург, Псков, Вологда и другие города. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».